Приветики, добро пожаловать в новый влог. Мы сейчас находимся в моей комнате, которая просто вся шиворот на выворот. У меня перестановка, но не могу это сделать за раз. Куча каких-то проводов, потому что у меня здесь освещение, штативы, все на свете. В общем, нужно как можно быстрее это собрать. У меня есть дрель. Мальчики там смотрят футбольные матчи, они заняты, но думаю, что со временем они ко мне присоединятся. Поехали! Это даже интересно. Я открыла для себя, что мне даже нравится и в кайф собирать самой мебель из икеи. Наверное, с чем-то более крупногабаритным у меня возникли бы проблемы. Но в целом все окей. Правда, в прошлый раз мы с Захаром потеряли насадку для нашей дрели, и потом мне пришлось сходить к соседу и одолжить ее. А через несколько дней в строительном магазине я докупила, чтобы потом за этим всем не бегать. Когда я уже потом начала собирать вот эти стенки от комода, я сама не могла удержать несколько и попросила детей о помощи. Но за несколько часов я справилась, и не надо меня жалеть, как-то сочувствовать мне, что сейчас я многое делаю сама, девочки. Это мой выбор, моя жизнь. Я приняла определенные решения, и этот год был для меня очень непростым. Но мне нравится, как я себя чувствую, и я совсем, как видите, справляюсь. Комод готов. Итак, девочки, я закончила. У нас уже не просто следующий день, а прошло два дня, у меня не было времени пораскладывать все, разобрать свой старый комод. Кстати, уборка прошла продуктивно, потому что я избавилась от 80% своих запасов, того, что присылали на обзор, и очень-очень старого чего-то. Часть, конечно, выбросила, а часть буду отдавать, того, что не просроченное, и что не касалось там губ, лица, вообще моей кожи. Итак, я пользуюсь вот этим столом IKEA. Линейка Alex уже неделя-две, я просто выкладываю видео гораздо позже, может три. То могу сказать, что он достаточно деликатный, то есть где-то что-то там неаккуратно, все, он сразу поцарапанный, имейте это в виду. Но, в принципе, я тут особо брутально с ним не обращаюсь. Я остановилась на выборе вот этого блогерского комода. Просто ничего более удачного и бюджетного я не нашла, а вкладываться в мебель сейчас не хочу, тем более по размеру он мне сюда хорошо вписался. Организацией в комоде я буду заниматься потом. Мне нужно было сделать такие глобальные работы. И вообще нигде в стационарных магазинах я не нашла нужных органайзеров, поэтому есть как есть, покажу. Так, здесь у меня стоят ароматы, свеча, буковка M. Это первая буква моей фамилии после замужества. Здесь у меня, я просто не знала, куда пристроить, если честно, вот эту подставку из Юска. И кладу сюда серьги, которые снимаю вечером. В верхней полочке шуфляди. У меня находится вся моя бижутерия. Наверное, только я могу понять, что и к чему здесь, собственно говоря. Еще нужно подумать, что сделать с часами. В общем, я в процессе организации. Вот там дальше у меня запрятаны какие-то сезонные аксессуары, типа летние, там всякие сережки и так далее. Здесь у меня пустовато, потому что лежат какие-то более крупные аксессуары. Это макролинза для телефона, которая вообще какая-то супер неудачная. Ремешок дополнительный к часам. Это Томак мне привез. Потом вам покажу. Такое жерелье из натурального жемчуга. Это просто косметичка. Буду использовать для аксессуаров, для сережек в поездках. Дальше у меня все для лица. Тональные хайлайтеры, консилеры. И нужно что-то придумать сюда, чтобы оно не разъезжалось. Пока что не успела этим заняться. И, кстати, не на все новинки я даже успела сделать обзор. Просто что-то мне нравится, что-то не очень. И, кстати, вот этот Тон от Мак я купила. И вот этот Армани вам никогда не показывала. Что-то как-то до люкса у меня не совсем доходят руки. Вот там дальше тоже. Всякого добра достаточно много. Но я еще раз скажу о том, что я все-таки отчасти бьюти-блокер. Поэтому человеку, который просто красит одно лицо, столько не надо. Здесь у меня бронзеры, всякие пудры. Тоже есть какие-то вещи, о которых я никогда не говорила. Но покупала Hourglass, кремовый бронзер, Huda Beauty. Что-то еще наверняка. Да. И вот, ну, короче. Я думаю, что после праздника у меня дойдут руки и до этого. Так, в следующем ящичке. Девочки, это, конечно, трэш. Потому что это не очень удобно. Так что жду ваших сообщений, как это лучше все пораскладывать. Румяна, всякие базы, фиксаторы, еще румяна, бронзеры. Тоже еще пока что не все вам показала. Помады. Помады. Вот реально оставила то, что люблю. Не то, чтобы успеваю всем пользоваться. Но уж как есть. И для бровей там дальше. Здесь у меня чистые кисточки, еще карандаши для глаз, для губ, косметички. Там дальше что-то для гель-лака запрятано. Который мне, кстати, нужно снять в ближайшее время. Здесь у меня огромное количество пробников духов. Правда. Пол косметички. Тут у меня тоже полупусто. Потому что лежат и какие-то запасы любимых средств. В миниатюрах, в полноразмерных версиях. Всякие спонжи. И средства, которыми я пользуюсь чуть реже. Вот этим пользуюсь часто. Но просто уже есть начатые. Не открываю, чтобы не начало портиться. Интересно, что я не умею клеить пучки и ресницы. Но они у меня тоже есть. Я пыталась научиться, но как-то не вышло. Не могу найти нигде свои большие палетки. Не знаю, в чем дело. Но вот сюда поскладывала поменьше. Так. Это запасы ухода. Ну что-то, знаете, в дорогу. Например, вот такой бальзам для тела. Это капсулы. С витамином С. Например, что еще? Вот это мне присылали. Классная. Вообще сейчас пользуюсь их кремом для тела. Чао Цуд. Это, кстати, бренд, созданный по СМ. Ну, всякие там ретинолы запасные. Тоже, видите, что-то открыто. Что-то не начато. Но потихоньку достаю, когда что-то заканчивается. И аромат у меня здесь есть. Ну, в общем, хомяк я знатный. А это, кстати, я покупала крем подружки. Тоже запечатанный. Когда встретимся, тогда отдам. И в самой нижней полочке у меня маски, которые не влезли в предыдущую. Это просто книжечки от каких-то люксовых вещей, которые я покупала. Я не знаю, когда их, типа, продаешь, они нужны. Пока что я ничего не планирую продавать, но почему-то храню. И чехлы от очков. Оставила только те, которые реально удобные и которыми пользуюсь. Вот как-то так. Со второй стороны у меня получился вот такой уголок. Когда-то здесь стоял диван, но мне нужно место, чтобы я могла поставить сюда кресло, которое я уже заказала, но оно придет в середине следующего месяца. Почему-то очень долгая доставка. Сюда я подыскиваю какой-то столик, а пока что забрала из зала. И кашпо надо новое. Хотя, может, будет это. Я не определилась. Видите, я маленькими шагами что-то тут делаю. Почему в углу? Потому что только так у меня получается поставить и кресло, и это двинуть камеру со светом настолько далеко, чтобы все поместилось, и я влезала в кадры даже в полный рост. Если, например, снимаю какой-то релси без кресла. Пока что сумочка стоит здесь. Она прикольная, нравится мне. Очень часто ее ношу. И вот этот букетик из сухоцветов, который создала мне Настя, из большого букета, который у меня был, мне подарили. И она убрала то, что уже там испортилось, и оставила сухоцвет. И вот он, как раз этот букет мне здесь и пригодился. Так что теперь на этом фоне у меня будут новые релсы. Скорее всего. Посмотрим. За окном мокрый снег. Это значит, что в Кракове потихоньку наступает зима. Не знаю, как будет в этом сезоне. Возможно, у нас будет настоящий снегопад и морозы. Мы сможем покататься на санках. У нас никогда нет на это гарантии. И очень часто случается так, что снега толком нет. Поэтому, когда дети просят, мы отправляемся куда-нибудь в горы, чтобы можно было насладиться и этим сезоном. Детям очень нравится снег. Вот чтобы прямо аж трещал, знаете, под ногами. Если я все успею, то, может, даже на эти выходные возьму их и поедем. Пока что ничего планировать не могу, потому что, скорее всего, мне предстоят обследования. И дальше я вам говорила, какие у меня планы на эту осень. На конец, на самый. Надеюсь, что все сложится. И я понимаю, что, наверное, в начале следующего месяца я никак не смогу всем этим заняться. И не хочется оставлять предрождественскую какую-то зимнюю подготовку. Именно где-то там ближе к празднику. Может, у меня будет подмога. И ничего не знаю, девочки. Поэтому хотелось бы сегодня пройтись по магазинам. Как-то зарядиться этой рождественской атмосферой. И создать что-то красивое, очень уютное дома. Потому что люблю это. И вы знаете, что декорирование дома у нас с вами – это как ежегодная традиция. И сейчас мы с вами посмотрим, что есть в моих любимых, недорогих магазинах. Это в Пепко. В Юск тоже начались скидки с 20-го числа. Еще что-то. Мне хотелось бы также купить хотя бы частично что-то для веночков, которые мы с девочками тоже хотели бы хотя бы в середине следующего месяца все-таки делать. Вот. И, в общем, такие планы. Я беру вас с собой. Кстати, вчера мы были в центре Кракова. И уже все подготавливают к рождественской ярмарке. Она начинается у нас 24 ноября. И заканчивается 1 января. Поэтому, если вы хотели бы посетить краковскую рождественскую ярмарку, то приезжайте. Здесь очень красиво, вкусно. И уже всякие там прянички продают. И с одной стороны ты понимаешь, что праздники где-то там приближаются. А с другой ты видишь за окном еще желтые листья, красные. И у нас вот только полностью опали. Даже на 90% где-то с деревьев. И ты немножко такой потерянный. Типа, уже зима или еще осень? Что такое? Я знаю, что где-то там уже в Польше выпал настоящий снег. В Кракове непонятно. Поэтому хотя бы дома будем делать настоящую зимнюю атмосферу. И также у меня в планах есть несколько рецептиков. Так что оставайтесь со мной в этом влоге. Я думаю, что будет интересно. И вы тоже сможете вот так чуть-чуть окунуться в это предрождественское, предновогоднее время. И почерпнете какие-то идеи. А сейчас поехали в магазин. В этом году у меня буквально закружилась голова от такого количества новогодних украшений. Сейчас мы с вами находимся в магазине Пепко. Я очень ждала их новогоднюю коллекцию. Потому что даже когда тебе ничего не надо, тебе абсолютно все хочется. И я должна вам сказать, что не в каждом Пепко вот такой выбор. Я была в нескольких. И вообще в этом году многие магазины сделали так, что разделили вот новогоднюю коллекцию прям по стилям, по цветам, даже по каким-то своеобразным категориям. И в Польше Рождество это прямо, знаете, как конец света. Все очень сильно готовятся, все все украшают, все покупают подарки. Здесь дарят подарки не на Новый год, а на Рождество. И даже в таких бюджетных магазинах, в которых мы с вами сегодня оказались, можно найти что-то действительно красивое, стильное. И даже декорации дома к Рождеству, к Новому году могут стоить совсем недорого. Раньше такого выбора не было. Я помню, что мне приходилось ходить по разным магазинам, чтобы что-то выискивать. Я ждала 1 ноября в Теги Максе. Тратила огромную сумму денег, чтобы найти что-то классное. Сейчас, ну, лишь бы были деньги, причем небольшие. Я снимала для вас какие-то находки в Пепко. Но, честно говоря, наверное, потому что у меня достаточно много всего есть. Я особо там ничего не купила. Многое мне не понравилось по качеству, где-то по цветам. Но я как-то больше всего люблю такой скандинавский стиль, поднатуральный. И именно в Пепко было этого меньше. У них больше всякого красного такого, чего-то более классического. Если хотите, целое дело для выпечки, какие-то коврики. Это все у меня есть. Поэтому мы с вами для вдохновения прогулялись и идем дальше. Сейчас мы находимся в магазине Тедди. Здесь столько разных мелочей. Еще бюджетнее, чем в Пепко. И тоже есть новогодняя коллекция. Но здесь мне нравится приобретать что-то именно для рукоделия. Или действительно какие-то там контейнеры, что-то такое. Но даже здесь можно найти что-то красивое. И раньше для вот этих рождественских веночков большую часть всего я покупала на цветочном рынке именно здесь. И самое интересное и красивое, то, что мне больше всего понравилось, я оставила для конца этой части влога, где мы с вами гуляем по магазинам. Мы сейчас в Сенсай. У нас, ну в очень небольшом количестве магазинов Сенсай, есть именно отдел для дома. Здесь, где я была, этот отдел большой. И слушайте, очень много всего красивого. Опять же, классическая, красная, золотисто-белая коллекция. И вот, например, такие подсвечники есть в разных цветах. Вот эти домики есть не просто из керамики, а еще и в виде свечей, и прянички. И вообще, мне настолько разбежались глаза, слава богу, я не накупила лишнего. Потому что из Сенсай хотелось вынести буквально все. И серые какие-то декорации, зеленые, понатуральные. И вы потом посмотрите, что я приобрела для себя. Я потом еще рассматривала что-то из кухонных принадлежностей и так далее. У нее действительно очень классное качество. И, не знаю, редко, когда попадаю в Сенсай, чтобы был такой выбор. Но, видимо, еще не разгребли. И вы мне писали, что у вас уже в этих магазинах становится пусто. Потому что очень многим действительно зашло то, что они представили в этом году. И вот так для вдохновения погулять, порассматривать. Здесь есть и черно-белые, и такие более glam декорации. И я, наверное, посмотрю, что у них там есть онлайн, но не для нового года. Опять же, отдел для выпечки, всякие прихватки. Можно купить что-то в качестве подарка. Скатерти, дорожки, постели, наволочки, даже полотенца. Ну, вот все, что вы можете придумать, здесь есть. И также такие картонные звезды, которые крепятся на окна. Я так поняла, что на какие-то присоски вы мне писали, что они хорошие. В общем, заглядывайте в Сенсай и вы. Я уже вернулась домой, пошла пока, пошилась в том, что у меня есть с прошлых лет, на самом деле, очень многое я отдаю, очень редко продаю. Что-то такое, знаете, прям существенное. И, как видите, декора как такового у меня не то чтобы сильно много. Я не помню, откуда у нас эти щелкунчики. Был еще белый. Наверное, кто-то из детей уже забрал в свою комнату. Это детский. И у меня еще есть отдельная коробка совсем для венков. И также елочные игрушки. А это так. Даже не знаю, тут по ходу дела какой-то вообще дикий микс всего. Вот эти шарики очень классные. Они из Пепко с прошлого года. Вот эти шарики тоже очень классные с сухоцветами. Они у меня с прошлого года. И в этом году они, наверное, отправятся на елку. Давайте вместе распакуем новинки. И я скажу, где и что купила, чтобы потом у вас не было каких-то вопросов. И уже начнем украшать. Это набор очень бюджетных елочных игрушек, которые я хотела бы использовать для веночков ионы стеди. А вот такие штуки я купила в строительном магазине. Не поверите. И вот эти будут очень классно смотреться, когда я пообрезаю их и отдельно как-то приклею в композицию. Еще взяла вот такие бантики, как будто из мешковины, но они все-таки золотом и будут выглядеть более нарядно. Это тоже из строительного. Там был целый отдел. Я показывала вам в инстаграме. Вот это, это и это. Это чернопятничный юск. Там были действительно хорошие скидки. Подсвечник из камня. Он тяжеленький. И вот эти свечи мне нравились еще осенью. Они были у меня в декоре. Докупила просто новые, потому что уже все практически закончились. И я просто фанатею сейчас от вот таких елочных игрушек. Они бывают разные формы. Из бумаги. Немножко как олдскульные, но зато они не будут спадать с моего букета. А в следующем году, если я не буду делать букет с ними, то просто повешу на елку. Мне кажется, за хорошее такое правильное решение. И универсальное. Вот эти покупки, девочки. Так, сначала подсвечник из соли розовой. Вот это я купила для Насти. Он стоил всего 3 евро, девочки. Но он ей безупречно подойдет в новое жилье. И она как раз говорила, что хочет всякое такое рельефное, необычное. И поверьте мне, что у нее все такое классное. Я попрошу ее показать, что она там насоставляла, какие композиции. У нее безупречный вкус. А вот эти подсвечники и декорации я посмотрю. Вот то, что мне не пригодится, я или предложу Насти, или верну в магазин. Но сначала хочу попытаться придумать что-то с ними. Это тоже подсвечники. Такой немножко геометричной формы. Они классно будут выглядеть с елочками такого плана, с домиками. Домики продолжают быть актуальными уже какой-то 3-4 год подряд. И в принципе, вот эти вот 3 подсвечника, они могут быть использованы не только в новогоднем декоре. А это тоже типа елочка, но без верхушки. Это тоже подсвечник. Елочка керамическая. И вот такая. Будьте осторожны с елками такого плана. Не ставьте рядом свечи, потому что они очень быстро вспыхивают, сгорают и может загореть что-то рядом. У нас такое было. Это, конечно, капец. Буду тоже внимательна в этот раз. Это у нас с вами уже начинается сенсай. Вот такие картонные елочные игрушки. Они тоже легкие. И вместе с вот этими хотела бы повесить и тоже на елку. Зимний аромат. Как же мне нравятся всякие такие крафтовые упаковки. Вообще дизайн более поднатуральный. Я пока что без понятия, насколько хорошо он будет распределяться по дому или хотя бы по залу. Потом вам как-то скажу. Две наволочки одинаковые. Мне нравится то, что они не белые. И здесь просто такие веточки хвои. И размер здесь 45 на 45 достаточно стандартный. Там еще были такие же скатерти. Деревянный поднос, на котором можно или красиво подать закуски, или, например, создать какую-то композицию. И не только новогоднюю. Из мангового дерева. И это тоже сенсай. Когда возьму что-то другое, то скажу. Потому что сейчас все будет из сенсая. Несколько свечей из той же коллекции, насколько я понимаю. Вот такая темно-зеленая. Видите? Тоже с крафтовой этикеткой. И вторая с узорчиком из елки. Тоже, по-моему, все у нас тут вырисовывается уже потихоньку, да? Теперь Пепко. У наших детей в школе каждый год есть день праздничного свитера. И вообще они тоже любят носить такие свитера именно в праздничное время. И потом мы передариваем то, из чего мальчики выросли детям наших друзей. И встречаем их в наших свитерках. В общем, достаются им по наследству. Захару взяла вот такое. Не было каких-то прикольных, знаете. Хотелось купить что-то веселое. Но, опять же, нет смысла приобретать что-то дорогое. Это, наверное, какой-то типа акрил. И такие же есть вообще для всей семьи. И стоило всего 10 евро. А для Игната с вот таким оленем у нас когда-то был похожий. Только с носом. Как помпон. Ну, короче, знаете, как на шапке. Балабон или как он там называется. И он отвалился. Поэтому здорово, что это просто вкомпонованно вязку. И он стоил 9 евро. С первым снегом, друзья, можно считать, что он у нас выпал. Просто полсантиметра. Но уже все и так подтаяло. Обещают больше в следующие дни. Посмотрим. Для своего зимнего букета еле нашла, кстати. Не хотела ехать на цветочный рынок. Приобрела в магазине. Это веточки из голубой ели. Ой, они часто не пахнут. Эти пахнут. Ой, как здорово. Эвкалипт. В прошлый раз я тоже покупала эвкалипт. Но когда он засыхает, то его очень сложно перекомпоновать во что-то, чтобы он не поломался. Ну, возможно, возьму еще и сухие веточки. Вот это я не знаю даже что. Но выглядит прикольно. И тоже вроде как засыхает. А здесь у меня в цветочном магазине сказали, что они между собой называют это снегом. Это просто что-то натуральное, покрыто типа как ватой. Возможно, это как-то можно сделать самому, девочки. Если знаете как, то скажите, и я бы тоже занялась этим. Это не натуральная веточка, но вместо хлопка пусть будет тоже. И натуральные вот такие. Они, кстати, бывают у нас окрашенные, а это просто выбеленные. И мне нравится тоже частично добавлять в рождественский венок. Ну, а мы с вами начинаем декорировать дом. Ну, как мы? Я буду это делать и надеюсь, что вдохновлю вас. Сначала я, конечно, все убираю, протираю. И, пожалуй, так рано я еще никогда не украшала дом к Рождеству. Я действительно переживаю за то, что позже у меня не будет на это сил. И пока что я не вешала звезды. Я не знаю, как мы будем наряжать елку. Но я думаю, что как-то оно будет. И сильно я не заморачиваюсь. Составила веночек. Это отли веночек. Букет. Если у вас, например, нет места для елки. Если у вас там коты, которые переворачивают ее, сбивают игрушки, маленькие дети. То это вообще отменное решение. Это выглядит так нарядно, так по-зимнему. Причем не навязчиво. И вместо живых цветов при этом еще и будет долго стоять. В этом году, я так поняла, вот такие бумажные игрушки стали очень модными. Я видела, что в H&M есть такие же, ну как, другой формы. Но тем не менее, в таком стиле. Мне нравится, как они выглядят и на веточках всяких там сухих. Не обязательно на еле. Добавляю и старые, и новые наволочки. Вот эти коричневые у меня с прошлого года с юзкой. Но я думаю, что в этом году они тоже есть. Дорожку я тоже использовала старую. Ту, которая у меня, наверное, из юзкой, несколько лет. И как раз по цвету она очень хорошо сюда вписалась. Я решила не делать какой-то большой декор на столе. Потому что мы здесь принимаем пищу несколько раз в день. И это очень удобно, когда что-то занимает много места. У меня осталось несколько декораций, веточек. И я решила что-то сообразить еще и в нашем серванте под телевизором. И вот, что, собственно говоря, у меня получилось в этом году. Мне пока что не то, чтобы не хочется праздника, но я не хочу перебарщивать. Поэтому вот так маленькими шагами постепенно буду что-то добавлять. А если на это не будет вдохновения или жизненной энергии, то так и останется. Мне уже очень нравится. И мне суперкомфортно именно в такой цветовой гамме. Очень приятно то, что дети тоже оценили, когда вернулись домой. Ну что, девочки, пришло время приготовить что-то вкусненькое, сезонное. Но очень простое. Мы с вами сделаем теплую закуску, салат и также необычный десерт всего из трех ингредиентов. И начнем мы с вами с теплой закуски. Для этого нам понадобится французское тесто, груша, камембер, мед и, по желанию, орешки. Для начала нам нужно, собственно, подготовить противень и пергамент. Распаковываем наше тесто и выкладываем. Груши желательно брать не слишком твердые и сладкие. Вы можете их не чистить, но я как-то больше предпочитаю без кожуры. Поэтому я их очищу. Это те закуски, которые вы тоже можете приготовить на новогодний стол, например. А еще у меня возникла идея сделать елочки, которые я показывала вам в прошлом году с корицей. Или в позапрошлом со шпинатом и тоже с корицей, с французским тестом. Только с яблоком, если у меня получится, то я опубликую рецепт для вас. Потому что для начала нужно вообще проверить, насколько это вкусно и вообще имеет смысл. Убираем сердцевину груши и нарезаем ломтиками. Не слишком толстыми. Также ломтиками нарезаем камембер. Вы можете взять другой сыр, дорт блю, с вот этой плесенью, такой голубой. Но, честно говоря, я его не очень люблю. Очень редко ем, скажем так. Поэтому я выбираю что-то с более нежным вкусом. И теперь начинаем выкладывать начинку нашей закуски. Но таким образом, чтобы края остались свободными. Потому что мы это все еще и будем загибать. И бортики мы смажем желтком. Ну и ставим запекать в разогретую духовку. Я буду держать столько, сколько указано на упаковке теста. И также наблюдать за мягкостью груш. Я люблю, когда она хорошо, так знаете, пропеченная. Только посмотрите, какое великолепие. Теперь немножко поливаем все медом. И посыпаем измельченными орешками. У меня это будут кешью. Даем буквально чуть-чуть остыть. Нарезаем и подаем в теплом виде. А сейчас я буду готовить сюрприз для своих ребят, которые совсем скоро вернутся со школы. Это десерт в виде шишечек всего из трех ингредиентов. И если вы смотрите тикток, то наверняка он вам где-то попадался. Есть огромное количество вариаций, что нам понадобится. Это или крекер. Если он у вас светлый, то можете добавить в наше тесто чайную ложечку или побольше какао. Также можете взять мягкое масло или же сливочный сырок. У меня будет сливочный сырок и орео. И самое главное, это вот такие хлопья. Они есть у Келлокс. В Польше они продаются от разных брендов. Начиная с каких-то локальных, типа Любелла, что там еще. В бедронке, в Лилле вы найдете вот такие, типа полуракушки, наверное. И они как раз послужат нам вот этой структуре самих шишек. Не знаю, сколько там надо печенья. Я сначала распакую одну упаковку. Как-то маловато, наверное, еще половинку. Также может подойти вот такое печенье от польского бренда Balsen. Оно, кстати, очень вкусное. Дети тоже его любят. Если вы берете крекер, то выбираем сладкий. И если, например, он прям чуть-чуть сладковатый, то можно еще что-то туда добавить, типа сгущенки. Ну, или подсластить. Смотрите, у меня уже печенье сладкое, поэтому никакого дополнительного сахара сюда точно не надо. Измельчаем печенье в блендере. Сливочный сырок у меня типа Филадельфия. Только, по-моему, он чуть менее жирный. Перемешиваем тесто. Формируем такое типа оранчини. Не делайте их слишком большими, потому что их потом будет очень удобно есть. Что-то типа такое. И начинаем выкладывать хлопья. Боже мой! Ну что за прелесть! Девочки, это реально выглядит как шишка. Класс! В итоге у меня вышло 4 шишки. Это более чем достаточно, потому что это все-таки сладкое. Полторы пачки печенья. Не знаю, зачем их еще и запекать, но раз все запекают, мы тоже поставим их в духовку. А, и мой вам совет, что лучше начинать выкладывать хлопья все-таки сверху вниз. Это было логично с самого начала. Не знаю, почему я сделала иначе. Так, девочки, в случае именно этих ингредиентов запекать смысла вообще никакого нет. И я дала им остыть. Сейчас я буду перекладывать их на тарелочку, но прежде чем я это сделаю, я немножко посыплю их с сахарной пивой. Что такое? Должно было быть красиво. Пришло время салата, и для него нам понадобится руккола или другой вид какой-то зелени, хамон, королек или хурма. У меня, наверное, это все-таки королек, хотя я не уверена, по-польски это каки, они у нас очень сладкие, сейчас сезон, поэтому пользуемся возможностью есть вот такие фрукты. Какой-то мягкий сыр, у меня это тоже камимбер. И для заправки мы возьмем горчицу, мед, лимон и оливковое масло. Я рекомендую вам взять горчицу в зернах, но так как у меня ее дома не оказалось, то я возьму любую другую. Выкладываем рукколу, хурму, нарезаем ломтиками. Вообще я люблю такой салат с дыней, но так как лето прошло, то будем делать с хурмой или с корольком. Нарезаем сыр. Не любите сыр? Делайте без сыра, тоже вкусно. Добавляем хамон. Конечно, если вы делаете салат для большого количества людей, то берите гораздо больше ингредиентов и крупнее блюда. Но мне нужен салат для двоих, поэтому меня, так знаете, на один раз. Делаем заправку. Выдавливаем сок лимона. Я вам, кстати, показывала ее уже очень много раз. Я всегда делаю на глаз, девочки. У меня нет каких-то прям правильных пропорций, но невкусно это не получается. Мед, оливковое масло и горчица. Хорошо перемешиваем. И аккуратно поливаем наш салат. Более эффектно будет, конечно же, с горчицей в зернах. Я добавила немножко зерен сезама. И вот такой салат, как из ресторана, может украсить любой праздничный и не только праздничный стол. Обязательно попробуйте. Ну что, девочки, я так закрутилась на кухне, что уже, собственно говоря, сейчас вернутся дети. Я уверена, что они оценят сюрприз. Выглядит и пахнет он аппетитно. И я на этом буду прощаться с вами. Я надеюсь, что вам сегодня было интересно. Возьмете на вооружение какие-то идеи. А на этом мы с вами будем прощаться. Не забывайте поставить пальчик вверх. И пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.